Всем привет-привет! Меня зовут Женя Гейн, и в сегодняшнем видео я покажу помады или блески, которыми я пользуюсь летом. Мои фавориты, любимчики, яркие, красивые помады. В инстаграме вы часто спрашиваете, что на мне за помада, и я решила снять об этом видео. Я уже снимала когда-то такого рода видео о своих любимых помадах, но это было примерно год назад. Сейчас я хочу повторить, и это будет такой мини-топ. Покажу вам красивые летние помады, которыми я пользуюсь. Давайте начнем с помады, которая сейчас на мне. Это Lime Crime. Матовая помада, стойкая, фламинго цвет. Очень красивый, яркий. Бэйби, блонди, барби. Почти подходит под мои ногти. Или нет? Помада очень яркая, и мне кажется, она больше подходит блондинкам, чем брюнеткам. Хотя, не знаю, бывают очень жгучие, яркие брюнетки, которым тоже бы подошла эта помада. И мне нравится качество матовых помад Lime Crime, потому что они нереально стойкие. Следующая моя любимая красная матовая помада от Tom Ford. Оттенок Ruby Rush 07. Это моя первая и единственная помада от Tom Ford. Я ее обожаю, очень люблю, и хочу, чтобы моя коллекция пополнилась еще другими оттенками, потому что я в восторге от этой красной помады. Во-первых, мне нравится качество, что она не сушит губы, и достаточно долго держится на губах. Плюс ко всему, она как-то, знаете, растушевывается равномерно, то есть нету таких явных переходов, когда вы съедаете помаду, у вас просто контур такой жесткий остается. Я думаю, каждая девушка знает о том, что красную помаду очень сложно носить. Постоянно куда-то бежит с лица. Следующая помада нюдовая от MAC. Она мне нравится. Она, знаете, такая песочно-коричневая. Здесь присутствуют легкие перламутры, но его абсолютно не видно на губах. Такой гармоничный оттенок, который ненавязчивый и подходит под ежедневный макияж просто идеально. Покрытие тоже хорошее. Rare Breed. Я в восторге от этих помад. Это Clinique Pop. Эту помаду можно смело назвать блеском для губ. Когда вы на нее смотрите, кажется, что она вот точно такая же темная, винная, вишневая будет на губах. Неправда, эта помада полупрозрачная, увлажняющая, смотрится очень чувственно на губах. Она идеально подходит на дневной макияж, она не забивается в трещинках, придает винный пигмент вашим губкам. Похожа на тинт, потому что такая же полупрозрачная, красивая, освежающая. Следующая матовая помада от Sleek номер 431. Тоже часто крашусь этой помадой, потому что цвет нереально красивый, она яркая. Многие сделали мне комплименты, когда я была в этой помаде. Вечерняя, красивая, но опять же, нужно постоянно подправлять, носить с собой в сумочке и смотреть, чтобы там что-то не стерлось, здесь что-то не стерлось. Не съели вы ее подправлять, краситься. Темные, красные, матовые помады, они очень сложные и требуют максимального внимания. Знаменитая помада на весь инстаграм, Pink Velvet. Последние фотографии у меня в этой помаде, под которые все начали задавать вопросы, Женя, Женя, что за цвет, что за цвет, что за помада, почему ты скрываешь? Это что тайно там пишут? А я просто не могу всем отвечать. Я думаю, сниму видео, и вы как раз узнаете, что это за помада. Вот, это Lime Crime, Pink Velvet. Также от Lime Crime есть нюдовая помадка Bletched, вроде так произносится, приятная и красиво смотрится на губках. Знаете, немножко есть такая рыжина в этом цвете, но мне нравится. Продолжаем тему ярких помад. Помада от Miley Cyrus Viva Glam. Очень яркий оттенок, космический. И как раз я сейчас блондинка. Они, кстати, вот чем-то похожи между собой. Красивый оттенок от Yves Saint Laurent. Помада тоже шикарного качества и прекраснейший запах, именно классика жанра, классический запах косметики дорогой. Ой, как у мамы там на полочке стояла когда-то, когда-то помадка, и она точно так же пахла, великолепно просто. Очень красивый теплый розовый оттенок от Estee Lauder, номер 230. Цвет красивый, удобный аппликатор для нанесения. Следующий холодный матовый оттенок, также от Sleek, нюдовый оттенок, но такой темный и холодный. Очень популярный был среди блогеров в Instagram, может быть, продолжает быть популярным. Это 436-й Безды Сьют. Что касается ухода за губами, скрабирования и так далее, я как-то показывала вам скраб для губ с потрясающим запахом клубники со сливками от Beauty Drugs. Девчонки, это классный скраб. Во-первых, он выполнен в виде помады, во-вторых, им очень удобно пользоваться. Вы, получается, его наносите на губы, и когда вы уже наносите на губы, он уже скрабирует. Пальчиком просто массажируете ваши губы. Здесь настолько мелкие и настолько много скрабирующих частичек, что идеально отшелушивают отмертвевшую кожу, и губки просто классные становятся. Я не устану повторять, что я большая фанатка продуктов для губ, и постоянно моя коллекция пополняется. Вроде бы у меня вся коллекция всех оттенков помад, я даже половину уже отдала своим сестрам, но все равно, когда выходит какая-нибудь новиночка с интересным цветом, вам кажется, что и вам именно этого оттенка не хватало, и вы покупаете. Это касается меня, я жутко люблю помады, и никогда не устану, наверное, их любить. Всем спасибо за просмотр, пока-пока!